Эксперты бьют тревогу. Возвращается так называемый свиной грипп, которым всех пугают, но о котором не так уж много известно. Итак, насколько он страшен и как уберечься? Наш корреспондент Родион Мариничев разбирался в проблеме. В семье Туховых из Владикавказа гриппом сначала заразились маленькие дети. В конце января заболела их мать, 29-летняя Эмма. Через неделю она умерла, не приходя в сознание. Просто начала кашлять в доме. Закашляла. Она день, по-моему, была или два дня побыла дома. Покашляла, лекарства взяли там. Симптомы почти не отличались от обычного гриппа. Когда стало совсем плохо, Эмма вызвала скорую, но врачи почему-то сочли, что ничего серьезного нет. Нормально все пройдет, нормально все пройдет, нормально все пройдет. Вот на этом, на пятом, в пятый раз только забрали. Она без сознания упала и в реанимацию. И там уже 7 дней в реанимации, в сознании не прошло атаки. Официальная причина смерти двустороннее воспаление легких. И только потом выяснилось, осложнение вызвал тот самый вирус АН1Н1, который и называют свиным гриппом. В середине февраля об опасной форме болезни в республике объявили власти. Однако пройти вакцинацию семье Туховых не предложили. Даже и никто не приходил, не спрашивал, как вы, чего, и какая-то болезнь, не проверяли. Ничего вообще. Тот свиной грипп, который был в 2009 году, конечно, он свою патогенность уже вот такую и актуальность потерял. Но тем не менее, у нас он на территории республики регистрировался. И вот три случая летальных исходов, они были все-таки связаны с вирусной инфекцией. В целом от гриппа в Северной Осетии в этом сезоне умерли 16 человек. Этот показатель встревожил главу федерального Минздрава Веронику Скворцову. На днях она отправила в республику делегацию ревизоров. Они должны дать заключение, насколько качественно местные врачи лечили заболевших. Калужская область, Обнинск, чуть больше 20 километров от Москвы. В начале марта в этой больнице умер 37-летний мужчина. Он стал третьим заразившимся в регионе. Пробы со всей Калужской области поступают в эту лабораторию, где подтверждается или не подтверждается диагноз свиного гриппа. Обратите внимание на несколько степеней защиты лаборанта. Во-первых, стекло, которое защищает от разбрызгиваний. Во-вторых, за стеклом циркулирует воздух. Он не позволяет вирусам разлететься по комнате. Но и в-третьих, сама комната обязательно должна быть закрытой. С начала года в лабораторию поступило более 200 анализов с подозрением на опасный тип гриппа. В 60-ти был обнаружен вирус гриппа А субтипа H3N2. Это обычный сезонный грипп. В 47-ми пробах был обнаружен вирус гриппа типа B. И в двух пробах был обнаружен вирус гриппа субтипа H1N1 свиной. В этом сезоне первые новости о свином гриппе пришли из Индии. Болезнь начала распространяться стремительно. Каждый день несколько смертей. Индия сегодня главный очаг. Там только на этой неделе от болезни умерли без малого 200 человек. Оттуда вирус начал движение по континенту и добрался до стран СНГ. По России опасный тип гриппа распространяется с юга-запада. Северная Осетия, Ставропольский край, Курская, Калужская, Пензенская, Кировская, Свердловская области, а также Москва. Но самая сложная ситуация в Молдове. Там шесть умерших. Пожалуй, сложнее было только в 2009-м. В то время у нас была пандемия. То есть пандемия. В этом году у нас нет пандемии. Сейчас немножко другая ситуация. И, конечно, мы уже имеем какой-то самоопыт борьбы. Вирус АН1 особенно опасен для тех, у кого не в порядке легкие или сердечно-сосудистая система. А также для пожилых людей, беременных женщин и детей. Пять лет назад эпидемия вызвала почти глобальную панику. Нахлынула огромная волна всего и сразу. И было не похоже ни на что. После чего, когда спала температура, которая держалась около 38, где-то неделю еще после этого, я очень чувствовал большое недомогание. Павел Федосеев уверен, что в 2009-м переболел именно свиным гриппом. Врачи убеждали, грипп был самым обыкновенным. Споры о том, насколько широко распространен и опасен вирус АН1-Н1, ведутся до сих пор. Скорее всего, это все-таки бренд. Потому что он не доказан. Грипп доказывается через штаммы. Никто такое не принес штамм. И сказали, вот это вот было именно от свиного гриппа. Свиной грипп назван так только потому, что первые заболевшие работали на свиноферме. То, что они заразились от животных, научно не установлено. Очевидно, вирус все-таки передавался от человека к человеку. Но однажды попросту мутировал. Происходит в мире постоянная циркуляция этих вирусов. И они обменены своими гинами. И появляются новые варианты вирусов гриппа. Которые, если у человека нет иммунитета, они могут вызвать заболевание. Мыть руки, проветривать квартиру и офис. Не встречаться с теми, кто уже заболел. И не бояться идти к врачу. Главные правила профилактики общие для всех типов гриппа. Заниматься самолечением я бы ни в коем случае не рекомендовал. Потому что на фоне заболевания гриппом могут возникнуть очень серьезные, непредсказуемые последствия, которые иногда приводят в том числе и к летальному исходу. Сезон гриппа, как правило, заканчивается в апреле. Во многих регионах болезнь уже отступает до следующего года. Ну а там, глядишь, и еще какой-нибудь новый вирус появится. Родион Мариничев, Надежда Уткина, Александр Зильбер, Нахид Бабаев, Руслан Абаев, Вида Недова. Программа «Вместе. Россия. Молдова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...